Иран за два дня атаковал объекты сразу в трех странах – Пакистане, Ираке и Сирии. Пакистан и Ирак уже отозвали своих послов из Тегерана. Тегеран усилил военную активность по всем азимутам. Пакистан отозвал своего посла из Тегерана, а также приостановил все визиты в Иран на высоком уровне. Это стало ответом на совершенные накануне Корпусом Стражей Исламской Революции ракетные удары по штабам группировки Джейш Аль Адель в Пакистане. Ранее Иран нанес удары по целям в Сирии и Иракском Курдистане. В чем причина такой активизации Тегерана и каковы будут последствия? Комментарий Георгия Бофта. Активизацию действия Тегерана следует воспринимать в контексте противостояния между с одной стороны Израилем, за спиной которого стоят США, с другой – ширящимся антиизраильским фронтом, которым пытается манипулировать в данном случае Тегеран. До последнего времени он делал ставку в основном своих марионеток, или, как теперь модно говорить, прокси, в лице ливанской хазбалы, Хамас из сектора Газа, а также подключившихся к ним в последние недели еменских хуситов, которых также поддерживает Тегерана, которые решили добавить свою долю в разрастающийся ближневосточный хаос, устроив пиратскую войну против торгового судоходства в Красном море, декларируя, что удары будут наноситься по судам, которые связаны с Израилем, США, Великобританией и их союзниками. США, в свою очередь, стали бить по иранским союзникам хуситам, а еще ранее был устроен теракт возле мемориала бывшего командующего корпуса Стражей Исламской Революции Косема Сулеймани, во время которого погибли не менее ста человек. Ответственность за это взял запрещенный в РФ террористический ИГИЛ. Кстати, Сулеймани был убит в результате спецоперации США в январе 1920 года, еще при Трампе. В такой ситуации иранские власти просто не могли на все это уже не отвечать, иначе в глазах населения предстали бы слабаками. К тому же в Иране популярны всякие конспирологические теории, согласно которым за всем стоят ненавистные евреи, в том числе за ИГИЛ и курдами. В контексте такой привычной аятолом картине мира, Ксир на днях нанес удар по целям в иракском Курдистане, заявив, что атаковали шпионский штаб Моссада. По утверждению Ксир, это было сделано в ответ на зверство сионистского режима, повлекшие за собой убийство командиров гвардии и оси сопротивления. Дополнительной остроты ситуации придало то, что удары по столице Курдистана и Эрбилю пришлись на район возле консульца США. Пострадало даже недостроенное новое здание консульства. Аналогичным образом были совершены удары по позициям того же ИГИЛ в Сирии, где Ксир помогает режиму Башара Асада бороться с исламистами, и где недавно теми были убиты три члена гвардии, включая старшего офицера. По версии Тегерана это, впрочем, произошло в результате авиаудара все того же Израиля. Так что во всех этих действиях есть большая доля пиар-эффекта. Тегеран решил напомнить о себе как о важном региональном игроке. Не только, мол, англосаксам и иудеям тут хозяйничать. При этом в Тегеране явно исходит из того, что в нынешней ситуации вездесущих американцев все же на всех рук не хватит, а позволить себе сколь-либо масштабную военную операцию, тем более наземную, они не могут ни в Йемене, ни в Ливане, если Хазбалла все-таки решит открыть второй фронт против Израиля, и не тем более в самом Иране. Так что Иран присоединился к числу тех стран, которые исходят из того, что изнеженные богатством страны-лидеры западного мира не готовы воевать на земле большими силами, неся неизбежные потери ради защиты неких геополитических интересов вдали от своих границ. И вот уже США, словно испугавшись, действительно заговорили о возможности вывода остатков своего контингента из Сирии, где они прикрывали все тех же курдов. В Тегеране осмелили до такой степени, решив еще более повысить ставки, что неожиданно ударили по территории Пакистана, при том, что Пакистан всегда был союзником Америки. Точнее, Ксир ударил по базе террористической группировки Джейш-аль-Адль, армия справедливости, расположенной в пакистанской провинции Белуджистан, рядом с иранской границей. Эта сунитская группировка, основанная в 2012 году, действует в основном в приграничных с Пакистаном районах и выступает за независимость иранских Белуджей. Ее боевики не раз устраивали теракты против иранских военных. При этом большого конфликта ни с Пакистаном, ни тем более с США, Иран все же не хочет. Тегеран уже сделал ряд примирительных по отношению к Исламабаду заявлений, а в Давосе прошла встреча глав ДМИД двух стран. Исламабад со своей стороны предпринял ряд дипломатических демаршей. Но это тоже из разряда действий по сохранению лица. Ситуация в самом Пакистане далека от стабильности на фоне экономического кризиса и предстоящих через месяц парламентских выборов, при том, что оппозиция нынешним властям весьма сильна. Плюс непростые отношения с Индией, да и с афганскими талибами, они, мягко говоря, далеки от идиллических. Иными словами, Пакистан слишком слаб сегодня для полномасштабного конфликта с Ираном. И в Тегеране это знают. При этом можно предположить, что между США и Ираном задействованы определенные конфиденциальные каналы связи, с помощью которых стороны стараются не дать ситуации перейти в неконтролируемую фазу. Есть еще одно обстоятельство на фоне непростой ситуации в самом Иране и непрекращающегося брожения и фронды по отношению к жесткому теократическому режиму. Корпусу стражей исламской революции, этому государству в государстве, подмявшему под себя доходные отрасли экономики, необходима игра мускулами на внешнеполитической арене для укрепления собственного реноме и сплочения нации перед лицом внешних угроз и в рамках пафосно проглашенной оси сопротивления всемирному сионизму. С исторической точки зрения в этом нет совершенно ничего нового.